Всех приветствую из города Аликанто, youtube канал за перенеями. Сегодня 6 апреля, решил подняться на гору Санта-Барбара, точнее Горабина-Кантиль, крепость Санта-Барбара, и отсюда открывается прекрасный вид на город, на Средиземное море, на порт, в принципе, на весь Аликанто. Дальше попробую подняться выше, сегодня у нас 27 градусов на солнце, в тени, конечно, немножечко поменьше, и отсюда вы можете увидеть панораму города Аликанто. Надеюсь, что звук будет нормальным, потому что до сих пор не пришел микрофон, вот, но надеюсь, что меня будет слышно, хотя, в принципе, здесь, наверное, сказать-то нечего, нужно просто смотреть, наслаждаться городом, как он выглядит. Это его центральная часть, собственно, самый центр, исторический именно центр. Далее у нас слева пляж Постигет, отсюда его не видно, но, собственно, вот там, где море, левее, там начинается пляж. Также исторический район города с такой классической испанской застройкой. Ну и, собственно, сама гора, точнее, гора Бенакантиль, да, крепость Санта-Мармара. На нее можно подняться на лифте, а можно пешком, это один из маршрутов, один из маршрутов, который ведет на эту крепость. Далее у нас, получается, здесь проходит улица Альфонсо Эль Савио, то есть Альфонсо Мудрый. Вот она здесь как бы начинается или заканчивается и проходит через весь город. Вдалеке я вижу, вы, наверное, не увидите аэропорт города Аликанте. Собственно, далее уже выезд из города, район Урбаново, далее у нас идет район Гранала-Кант. Ну, отсюда не очень видно, это уже будет, так сказать, в сторону юга. То есть туда, где я сейчас смотрю, это в сторону юга побережья, а в сторону горы Бенакантиль и крепость Санта-Барбара, это севернее побережье. Это не самая высокая точка, но, как я понял, здесь наименее ветрено. Поэтому далее также хочу сказать, что, ну, я не риэлтор, вот, у меня нет задачи что-то здесь рекламировать и так далее. Но просто, кому интересно, могу сказать, что вот примерно уже в этой части города есть два, так сказать, одни из самых популярных по бюджету и так далее районов. Каролинас-Бахас. Собственно, вот он отсюда начинается и немножечко идет далее. Он примыкает к Санта-Барбаре. И Каролинас-Альтос. Каролинас-Альтос идет далее. Далее идут уже, скажем так, цыганские районы. Здесь у нас район Кампо Амор, мой любимый, вот за этим большим, так сказать, домом. Мне он очень нравится, поскольку он оптимальный такой, видите, он, по сути, центр. И в то же время цены здесь были достаточно, ну, адекватные. Это у нас гора, виднеется далее, такая возвышенность Монте-Тоссаль. Там языковая школа, там у нас крепость Сан-Фернандо тоже, такая недостроенная. Ее строили, готовясь отражать вторжение Наполеона вот сюда, в Испанию. Но Наполеон именно на это побережье, он не дошел до Коста-Бланкина, сколько я прочитал. Вот, далее там у нас тоже какое-то учебное заведение для переподготовки, школа. Вот, и далее, далее, чуть левее вы видите такую гору. И, скажем так, вот в этом направлении там уже вокзал, железнодорожный вокзал города Аликанта. Ну, точнее, не там, где эта гора, а вот если смотреть, не хочу пальцем тыкать в камеру, вот, но когда освою навыки монтажа, буду что-нибудь подписывать на экране и так далее. Ну, пока так. Ну, для тех, скажем так, кто не был никогда, может быть, в Аликанте, посмотреть, в принципе, перспективу, да, так сказать, панораму этого города с высоты. И, кстати, вот можете видеть по центру сейчас, по центру камеры, арену для боевиков, собственно, Плаца де Торос. Тоже одно из таких центральных, можно сказать, мест. Далее там концертный зал. Ну, в общем, многое можно рассказывать. Сегодня просто такой тоже большой обзорчик города. Вот, тут у нас пожарная часть с мерседесовской техникой, между прочим. Вот. Пойдем дальше. Возможно, видео я склею. Мне брат пообещал, что поможет мне с делом склеивания, скажем так, видео. Поэтому возможно, что я сейчас отключусь. И когда заберусь повыше, продолжу свой такой мини-репортаж. Продолжение следует...